привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост его автор и ведущий олег сегодня я вас научу правильно одевать электроошенник то есть для того чтобы вы могли пользоваться именно вот этим вот прибором нужно его правильно одевать и собаку приучить дополнительно к ношению этого шейника как его правильно одевать вот у нас есть электроошейник вот у нас есть передатчик вот у нас собака значит сразу хочу сказать что пристегивать всевозможные поводки к электроошейнику вообще не стоит он не для этого создан во первых здесь находится два электрода вот эти вот которые шипы если вы начнете корректировать собаку посредством этого ошейника то есть но они будут давить собаки то есть вы же пути поводком дергать ограничивать ее в пространстве чтобы она не уходила далеко там от вас и так далее потом но не для этого то есть если вы выходите на улицу то одевайте дополнительно какое-то другое приспособление для того чтобы контролировать собаку пока вы ее приучаете то есть это может быть дополнительно прогулочная ошейник либо это какая-то шлейка которую вы используете и так как же все таки нужно правильно одевать электроошейник агбар сидеть итак электроошейник одевается вот прям сразу подушки вот сюда вот под пушки то есть не не свободном состоянии он здесь находится именно подушки может находиться либо сбоку либо сверху либо вот здесь вот вот снизу но сам прибор по себе тяжелый поэтому собственно говоря я рекомендую его снизу но одеваться он достаточно жестко должен быть то есть мы одеваем собаки то есть но как любой другой ошейник да только не здесь его одеваем а именно вот видите я специальные яркий взял вариант именно подушки одеваем достаточно жестко для того чтобы электроды которые будут воздействовать либо вибрации либо там электро импульсом чтобы они могли доставать до кожи то есть здесь у вас ну два пальчика должно но тоже смотрите чтобы это не удушающий был для собаки то есть достаточно комфортно но в то же время жестко вот два пальца лазит третье уже тяжело заходит вот вот мы правильно одели этот электроошейник то есть я еще раз говорю что он может находиться либо сбоку либо сверху но сам по себе прибор тяжелый поэтому он все равно будет скатываться у вас вниз поэтому приучайте собаку сразу же лежать как мы приучаем собаку к электроошейнику то есть сразу же использовать его я вам уже говорил не стоит и не надо то есть как минимум эта неделя должна пройти то есть вы выходите на улицу вы одеваете на собаку электроошейник правильно одеваете его и связываете то есть берете вот этот вот прибор сам в руки то есть передатчик для того чтобы собака привыкала вешаете где-то возле выхода чтобы собака ну только положительные эмоции связывала с ним для чего это делается это делается ровным счетом для того чтобы вот именно электро импульс не был связан именно с ношением этого ошейника то есть если вы без подготовки оденете электроошейник начнете сразу же заниматься собакой стимулировать ее она поймет что когда на ней одет электроошейник она будет выполнять это все то есть все будет хорошо и и спокойно как только на ней не будет электроошейника у нее она будет понимать если вы не приучите что как только одевается электроошейник идет значит либо вибрации либо электро стимуляции нету ошейника соответственно не будет ни вибрации ни электро стимуляции собаки достаточно умные животные для того чтобы понять это все поэтому как минимум неделю а как максимум лучше где-то ну две недели три недели где-то около месяца походить то есть выходите на улицу в ошейнике гуляете играете занимаетесь собак и вырабатываете положительные эмоции этот прибор у вас вот передатчик находится в руках и собака не связывает этот ошейник именно с какими-то дрессировочными мероприятиями значит что дальше а в следующем занятии я вам покажу каким образом мы с вами будем подбирать именно рабочую частоту рабочий электросигнал то есть здесь на различных электроошейниках варьируется они там если они конечно варьируются от десяти там до ста положим параметров да и вот для того чтобы нам начать работать с собакой нам нужно будет подобрать электрочастоту так но это будет уже следующем занятии как одевать ошейник как привыкать вы примерно поняли с вами был канал я его хвост я его автор и ведущий олег всем спасибо заслужите доверие заслужите уважение у вас все получится спасибо 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 спасибо